Всем привет! Среду в чемпионате России. Зенит принимает в Питере Динамо. Очень сложный календарь у Динамо. Переиграли в дерби ЦСКА, потом следующее дерби 0-4. Поражение от Локомотива и сейчас снова тяжелый выезд. Игра против Зенита. Что я считаю и на какую ставку стоит поставить, на мой взгляд, в этом матче. Мне кажется, что Зенит все-таки одержит победу. Хотя, конечно, на победу Зенит коэффициент очень низкий. Вообще питерцы, не скажу, что прямо в потрясающей форме находятся. У команды в 9 последних матчах, точнее даже так, во всех 9 матчах после возобновления чемпионата. Это мы берем и Лигу Европы, откуда Зенит уже благополучно вылетел, и матчи чемпионата России. У Зенита проходит ставка Total меньше 3-5. То есть голы команде даются с трудом. Вот и в последнем домашнем матче победили Анжи со счетом 1-0. Да, в принципе, контролировали ход матча. У Анжи моментов опасных не было. Но при этом, я не скажу, что Зенит создал прям уж огромное количество опасных моментов. Да, было пару-тройку других хороших моментов, которые Зенит не реализовал. Но, тем не менее, если сравнить этот Зенит с тем, который был в начале чемпионата, то, конечно, разница ощутимая. Конечно, чувствуется отсутствие Кокорина, потому что все-таки Дариуси, несмотря на забитые голы, тем не менее, показывают не лучшую игру, на мой взгляд. Другие нападающие пока что не дотягивают до основного состава, например, за Болотный. Поэтому я жду победу Зенита, но достаточно неуверенную, очень тяжелую, трудную. Поэтому Динамо, конечно, будет пытаться оказать питерцам сопротивление. В принципе, Динамо до последнего матча показывал хорошие результаты. Ну, Локомотиву проиграли 0-4. Там стоит отметить, что три гола Локомотива забил со стандарта. Они не забили пенальти, но при этом два прямых удара со штрафных. И еще во втором тайме со штрафного Тарасов забил, когда переправил мяч после подачи головой ворота. С игры был забит лишь один гол. Сложный график у Динамо. Тяжело играть в таких условиях. Ну, и все-таки команда достаточно молодая. Поэтому взламывать ее Зениту будет, я думаю, проще, чем многие другие команды. На эмоциях Динамо иногда бежит вперед и оставляет в свободные зоны. Но, опять же, много голов я здесь не жду. В первом круге команды сыграли 0-0 в Москве. В последние четырех матчах в личных встречах Total Manager 3-5 проходит. 3-4 последних матчей между собой. Зенит побеждает у Динамо. Несмотря на несколько достаточно результативных матчей, тем не менее, в четырех из пяти последних игр в РФПЛ ставка Total Manager 3-5 проходит. Поэтому мой прогноз этот матч победы Зенита плюс Total Manager 3-5 за 1-92. Надеюсь, что здесь в Total мы не ошибемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео, жмите на колокольчик и переходите в другие соцсети Павлю ВКонтакте, канал Телеграм и Инстаграм, чтобы забрать дополнительные бесплатные прогнозы и вип-прогнозы с высокой проходимостью. Успехов вам! Увидимся!